Всем привет! Москва, Юго-Западная. Я, как обычно, приехал на осмотр квартиры. Сейчас покажу вам немножечко района, расскажу про квартиру, про цены немножечко скажу. Все как обычно. Юго-Запад, 13 километров до Кремля, прямо от дома. Метро Юго-Западное 500 метров. На метро от Юго-Западной до Охотного Ряда, то есть до Кремля, 21 минута ехать. Что еще про район рассказать? Три парка есть здесь. 50 лет Октября, Юго-Западный парк и, по-моему, правда не близко, но Олимпийская деревня. Если кто не из Москвы, у меня есть такие тоже подписчики, смотрят. Сразу скажу, район, один из самых дорогих районов Москвы. Благодаря тому, что здесь сконцентрировано максимально возможное количество самых престижных учебных заведений страны. Тех же самых парков, что я сказал. Что у нас еще? Доступность до центра Москвы. Аэропорт недалеко здесь, Внуково. Какие еще вам плюшки рассказать? Население здесь тоже очень приличное. Те же самые профессора из этих институтов, которые здесь расположены. Ну, изначально, по крайней мере, они селились. Соответственно, их родственники, потом люди, у которых есть денежки, тоже, соответственно, хотели быть поближе к интеллигенции, сюда стягивались. В общем, таким образом цена и формировалась. Ну, плюс ко всему, здесь еще квартиры тоже довольно комфортные. Ну, по крайней мере, в моем понимании. Не знаю, у вас может оно отличаться. Институты, про которые я говорил, сейчас покажу. То есть, они все сейчас, ну, не все, пединститут, там ранхикс, как расшифровывается, я не знаю, извините, может быть, сами расшифруете. Пара корпусов МГИМО в той стороне, в сторону центра. Да, кстати, центр Москвы в ту сторону. И метро тоже. 13 километров, как я сказал. МКАД, МКАД, у меня справа. Вот здесь, даже не знаю, сколько расстояния, но на машине 10 минут без пробок. И уже МКАД. Что еще вам рассказать? А, кстати, про ценообразование в районе, ну, как я считаю, на мой взгляд. Вот именно потому, что здесь очень много учебных заведений, да, общероссийских, российского, как это назвать, ну, очень популярных, очень много студентов. Для них родители арендуют жилье. У кого денег побольше, покупают жилье. Поэтому спрос здесь на аренду всегда высокий. И спрос на покупку, особенно однокомнатных квартир в эконом-сегменте. Ну, если вот здесь, ну, да, в эконом-сегменте тоже хороший. И я вам так сразу сходу могу сказать 220-250 тысяч рублей за метр. Однушка. Однушка в 9-12-16-этажном доме. Вот здесь, в этом районе. Сейчас немножечко продающего текста. Стоим во дворе, стоим во дворе. Здесь более-менее тихо. И вот обратите внимание, что тут такой сквер. То есть деревья старые, все большие. Летом здесь будет очень круто. Сейчас, конечно, грустно, но в Москве везде сейчас так выглядит все. Не очень. И дом, 9-этажка это, да, он закрывает от проспекта шум. То есть он как щит. Кстати, здесь же во дворе есть еще подземный паркинг. Не знаю, к чему он относится и к кому, но он есть. С той стороны. Три детских садика, три школы. Правда, я уже знаю, есть информация, что учиться в этих школах нереально сложно. То есть ребенок ваш будет там с утра до ночи сидеть весь в книжках. Ну и, честно говоря, очень сложно. Поэтому тут уже на любителя. Но учебные заведения здесь все очень хорошие в районе. Собственно, этим это тоже, это тоже сказывается на цене. В садике сказал. А, кстати, ну наш дом вот этот, так с видом он не очень, ну как сказать, незрачный. То есть ничего в нем, так сказать, не выдает. Не выдает того, что дом на самом деле уникальный. Строился он для профессуры, доктора наук. Да? Не ошибаюсь? Да, да, да. Которым уже, соответственно, потом начали подтягиваться и люди, опять же, у которых есть денежки. Певцы, оперная певица, я знаю здесь, кто она конкретно, не знаю, но она здесь есть. Гарри Харламов, говорят, здесь жил. Здесь, кстати, вот я эту информацию еще буду проверять, но если покопаться в Википедии, Википедия, один из братьев Стругацких, наших фантастов, Аркадий, жил в этом доме тоже. Что вам еще про дом рассказать? Журналисты. Есть один еще политик, очень известный, очень известный политик, тоже здесь живет. Я говорю, а дом съеду, так посмотришь, ну, блин, не знаю, ну, 16-этажка, 16-этажка. Кстати, серия какая-то очень замудренная, хотя по планировке и по каким-то внешним признакам похож на П-46 или на П-3. Я, честно говоря, не очень заморачиваюсь на всех этих сериях, потому что, ну, считаю, это лишняя информация, ну, так, что знаю, говорю. Пойдем? Еще немножко продающего текста. Если вы театрал, ну, или хоть как-то вообще интересуетесь, да, и вам интересно, в соседнем доме, если вы купите эту квартиру, в соседнем доме у вас будет театр, он так, по-моему, и называется, театр на юго-западной, да? Да. Он маленький, а там, кстати, было очень круто, там зал где-то примерно 3 или 4 ряда всего. Очень маленький зал, получается, ты как будто на сцене сидишь. Ну, мне понравилось, там очень классно. И актеры там, кстати, известные, ну, раньше их можно было видеть в кино. Да, кстати, один из детских садиков, про которые я говорил, то есть их всего 3, а вот один из них. Ничего, просто детский садик с виду хороший, чистый, большой, лет 40, ему уже точно есть. Да, кстати, у дома, у дома гаражи. Дом, я не помню, говорил или нет, он 71-го или 73-го года постройки, данные разнятся еще. И в те годы было очень модно, нереально модно строить у себя во дворах такие гаражики. Вот, давай покажем. Не знаю, сколько здесь такой гаражик стоит. Однажды, однажды, в спальном районе Биберева такой гаражик я за 200 тысяч продал. Сколько они здесь стоят, я не знаю. И аренда тоже, сколько я не знаю. Но здесь, наверное, подороже, юго-запад все-таки. И еще, сейчас мы пойдем к дому, в котором снималась ирония судьбы или с легким паром. Это еще вам, то есть, ну, в копилочку, да, чтобы понимали, откуда складывается ценник на этот район. Почему здесь недвижимость столько стоит? Почему так дорого, да? Хотя дома, ну, вы видите, обычные. Пойдем. В общем, дом идентичный тому, куда мы пойдем, да. Только он покрашен зеленой красочкой, и подъезда они выложили кирпичиком. За счет этого все понаряднее выглядит гораздо. Пойдем, покажу табличку. Так, здесь пройти. А, ну, тут, кстати, еще консьержи сидят в подъездах. Везде надпись, что милиция охраняется, полиция, точнее. Вот табличка. В общем, благодаря этой табличке, получается, метр недвижимости в этом доме стоит на 30 тысяч дороже, чем в соседнем. По крайней мере, пытаются продавать. То есть, за эту табличку люди накидывают 2-3 миллиона. Ну, если мы про трешку говорим. В общем, вот так. Пойдем в подъезд. Сейчас покажу подъезд и заодно расскажу про цены. Потому что я забыл сказать, в общем-то, на трехкомнатные квартиры в домах, аналогичных этому, в том, в котором мы находимся сейчас, метр стоит в среднем 208-220 тысяч рублей метр. А, к слову, в тех домах, где мы сейчас были, где табличка с легким паром, там уже получается 250 тысяч рублей. То есть, не покупая квартиру в том доме, вы можете прилично сэкономить. А дом этот, кстати, вообще один в один такой же, просто он был покрашен и с кирпичиками. Так, и по подъезду. Подъезд здесь очень нестандартный. Ну, нестандартный, скажем так. И он приятно нестандартный. Допустим, вот эта вот приятная скамеечка возле лифта, я таких, ну, честно скажу, не видел вообще в Москве. Это уже такая питерская тема, мне кажется, питерская. И лифты здесь расположены не ровно, да, как мы привыкли, а таким уголком. Ну, здесь вот стоят деревянные двери. Ну, в общем-то, здесь, я не знаю, видно на камеру нет, но здесь очень просторно, чисто и светло. Пойдем на второй этаж пешочком. Ну, здесь все стандартно, мусоропровод, каморка какая-то-то. Так, света здесь нет. Ну, видно, я думаю, будет. Здесь тоже очень просторно, такой пятак квадратный. Обычно у нас, когда из лифта выходишь, такая кишка узкая, лестничная клетка, неудобно. А здесь она почти квадратная. Из лифта удобно выходить. В общем, пойдем в квартиру. Итак, пойдем в квартиру. Здесь, здесь. Прихожая, прихожая удобная. Я уже подготовился, лазером померил. Шесть метров здесь такой квадрат. Очень удобно. Есть место, где развернуться. Один зашел, там, я отошел. Третий зашел, гость. Второй отошел. То есть удобно есть, где развернуться. Надо толкаться. Шесть метров. Здесь кладовочка. А, кстати, кстати. Буду говорить. Планировка вроде бы стандартная, но с небольшими нюансами. Нюансы все очень приятные, кстати. Нет неприятных нюансов я здесь не нашел. Один из них кладовка. Я ее измерил. Полтора метра она площадью. Здесь вот эта балка. Что скажу. Здесь многие, многие делают туалет. То есть это реально гостевой туалет там можно сделать. И я еще вспомнил, где я видел такие планировки и такие кладовки. На Марксистской есть три дома. Может быть, вы видели. Такие они сиреневые, они какие-то бетонные, но очень странные снаружи. Планировки там внутри в трехкомнатных квартирах вот точно такие же. А, там два вида планировок. Ну, вот такие там тоже есть. Так что имейте в виду. Если вам эта квартира понравится и тут ничего не купите или дорого, смотрите на Марксистской. Там, кстати, цены, да такие же примерно. Что-то в районе 16-17 на трешку. Хотя это вообще центр. Пойдемте на кухню. 10,5 метров. Кухня тоже удобная, квадратная. Стол можно поставить посередине и обедать, собственно, посередине этой кухни. Толкаться не будете, нормально. Она квадратная. Кому интересны технические подробности. Стена несущая, по-моему, в ней должно быть 20 сантиметров, если не ошибаюсь. Ломать можно, но не рекомендуется. Некоторые делают проемы такие арочные. Ну, это тоже ерунда, никогда такие перепланировки не делать и продавать замучаешься. Так, на балкон. Есть балкон, кстати, еще. Он небольшой. Балкон небольшой. По-моему, где-то около двух метров у него площадь. Но постоять, посмотреть воздухом, подышать очень круто. Тем более летом здесь. Это опять же продающий текст. Летом здесь будет очень классно. Деревья все старые, большие, зеленые. Второй этаж, кстати, не очень низкий, нормальный. Так, пойдем дальше. Пока идем, сразу скажу, здесь коридор я тоже измерил 4 метра. Он, не знаю, как выглядит на видео, но, собственно, разойти здесь два человека могут спокойно. Поэтому расширять здесь и ломать вот эти... Ну, при желании можно сдвинуть, но лучше не надо. А это уже не несущее, можно, да, двигать. Пойдем к гостиную. 17,5 метров гостиная. Прямоугольной, правильной формы. Мне нравится. Мне нравится, удобненько. Все на своих местах. Здесь можно без всяких там углов, эркеров. Потому что эркеры, допустим, если кто любит эркеры, это выглядит очень все прикольно. Но место в самом эркере, ну, ты ничем не заполнишь. У тебя просто съедает площадь. А так выглядит, да, красиво. Так, у нас тут что, ламинат. Стены, кстати, все ровные. Ровные. Если кому не нравятся цвета, да, это продающая часть. Если кому-то из смотрящих, и кто хочет купить, не нравятся цвета, просто берете краску, красите в какую угодно. Цвет, какой вам больше нравится. Здесь все для этого сделано. То есть это все под покрасочку. Все очень ровненько, и потолок тоже ровный. Еще один большой... Ну, это мне нравится, потому что в новостройках я замечаю очень часто маленькие окна. Они узкие. Узкие, экономят на окнах. Здесь окно почти во всю стену. Не знаю, какого на размера, но почти во всю стену комнаты. Ну, по крайней мере, две трети стены точно занимают. Это лайк прям. Пойдем дальше. А, я говорил, потолок 265 здесь. Ни много, ни мало, среднее. Хватит, в общем, 265 нормально. Прямо по прямой санузел. Ну, здесь хозяева его объединили, но по факту здесь он был раздельный. Здесь вход в ванну, там вход в туалет. Или наоборот, я там уже... Здесь туалет, там ванна. Пойдем покажу. Это, конечно, такой тоже нюанс. Если вы... У вас большая семья, желательно, конечно, не объединять санузлы. Потом еще будете тоже, когда будете продавать, скорее всего, столкнетесь со всякими комментариями и с небольшими сложностями. Потому что трехкомнатные квартиры покупают, в общем-то, большие семьи. И... Ну, им вряд ли захочется стоять в пробках, да, в туалетах. Поэтому лучше не объединять, если есть такая возможность. Ну, если вы думаете продавать, тем более. Покажешь, да? Ну, туалетный тест я не буду там делать, потому что понятно, как царь сидишь посередине, нормально. Места хватит. Так, пойдем направо в комнату. Эта комната здесь без лоджии. Но по размерам сейчас скажу. Так. Я тут все лазером померил, прошелся. 11,7 метра. Тоже она прямоугольная. Все здесь нормально встает. Под детскую, под какую угодно. Также стены. Кому не нравится рисунок, можете просто его перекрасить. Любой рисунок нарисовать, как вам нравится. И на потолке тоже самое. На потолке тоже самое. Так. Это продающая часть. Здесь ламинат. Ламинат, кстати, хороший. Вообще переделывать не надо. Можно все оставить. Да и вообще всю комнату можно не переделывать особо. Такое же большое окно, как и в соседней комнате, в гостиной. Это тоже очень круто. Потому что светло. А второй этаж, кстати, кто скажет там, потому что много любителей повозмущаться вторым этажом. Типа низко, темно, бла-бла-бла. Нормально. Здесь вот, кстати, второй этаж. Я считаю, очень повезло. Если получится показать. Вот подойди. Получится показать из окна, какая высота этажа. Просто, чтобы вы понимали. Тут, ну блин. Ну не знаю. Обычно это как два с половиной этажа. То есть высоко хорошо. Пойдем. А, чуть не забыл. Антресоль. Без антресоли в советских квартирах вообще нельзя. В общем, очень все любили антресоли в те годы. Здесь не знаю. А, здесь тоже вход в антресоль есть с этой стороны. И третья комната. 15,4 метра. Она с большой лоджией. Она немножечко уже поуже. Она вытянутая такая. Но все равно, я думаю, под спальню вполне себе зайдет. Кровать здесь большая. Станет двухспальная. Шкаф он поместился. Но здесь еще есть большая фишка. Очень такая хорошая фишка. Лоджия очень большая. И очень нестандартная. 4,7 метра. Она такая прямоугольная. В общем-то, здесь можно поставить стол, стул, диван и сидеть здесь пить чай. Можно ее даже не закрывать. Правда, диван, стул будет мокрый. Тогда плохо, конечно. Но тут, в общем, у кого на что фантазии хватит. Вид здесь будет очень крутой. Потому что, опять же, очень большие, очень зеленые деревья, березки. Здесь еще что-то такое. Не знаю. Сиди, как в лесу. Птички будут петь 100%. А, кстати, кому интересно, это какой-то нереально крутой мануальный центр. Очень известный по Москве и, по-моему, даже по всей России. Имени кого он и чью фамилию он носит, и какое название, я не знаю. Знаю только то, что вам сказал. И в заключении концовочка. Концовочка у нас очень простая. Сейчас расскажу. Метро Юго-Западное. 500 метров от метро. Университеты, школы, детсады. Что у нас еще здесь? Три парка. Поликлиника, мануальный центр под окнами. Очень крутой, всероссийски известный. Квартира. Квартира в 16... Или 17? В 16-этажном панельном доме. 1971 года постройки. Квартира 74 метра. На втором этаже две лоджии. Точнее, один балкон на кухне. И большая лоджия 4,7 метров в спальне. Так, три изолированные комнаты, сказал. Кладовочка, потолок 2,65. Ценник. За ценник обращайтесь. Не знаю. Либо пишите там в описании видео. Есть все мои контакты. Звоните, пишите. Цену конкретно на эту квартиру скажу. По цену метража в районе рассказал. По ценам на однушке рассказал. На двушки рассказал. Все вам рассказал. Ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь. И комментируйте. Потому что вы никогда не комментируете, не лайкайте. Я вообще не понимаю, вы смотрите это видео или нет. Вам нравится или не нравится. То есть как-то, ну, отзовитесь. И квартира продается, еще раз говорю. Ссылка на объявление будет в описании. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok